всем привет и вы на канале джули воли toys и сегодня я вам предлагаю связать вот такую крутучую сову сову брюк и я связала вот такой вот сову ли специально для мастер-класса не спроста ли связала я ее в таком цветовом сочетании потому что институт цвета понтон кто не знает такое здесь подсказка объявил что в этом году трендовым будет сочетание цветов желтой плюс серый это очень красивая контрастное сочетание и еще очень моднячая такую сову не стыдно будет прицепить на брелок на рюкзак даже куда-то потому что мало то что она очень милая посмотрите в эти глазки она еще и модная но вы можете связать совершенно в любом цветовом сочетании это сову самый большой плюс в том что на эту сову вы не потратите много пряжи и и можно связать прямо из остатков каких-то клубочков от более крупных игрушек можно связать абсолютно любое цветовое сочетание в одном цвете абсолютно в разных цветах сделать оформление какое вы хотите и порадовать ваших родных близких друзей или если вы возможно вяжите на продажу я думаю что небольшие игрушечки такие они больше всего пользуются популярностью на ярмарках и в магазинах ну что погнали вязать и так быстро-быстро пробежимся по материалам для вязания этой совушки я буду использовать свою любимую пряжу джинс yarnart нам понадобится немножечко совсем белого не столько и любые цвета которые вы подберете для своей совы у меня уже как вы знаете будет серо-желтая трендовая сова это бежевого чуть-чуть для клювика конечно же нам понадобится крючок я буду на этот раз связать крючком номер два ножницы нам понадобится конечно же иголки для пришивания мне еще будет мой любимый счетчик рядов также булавочки маркере рядом естественно холофайбер для наполнения совсем совсем немножко и по фурнитуре я буду опять вязать брелок поэтому у меня фурнитура брелочная и еще нам понадобятся глазки это могут быть глазки как для приклеивания метки есть полубусины для которых понадобится еще момент кристалл и могут быть глазки которые вставляются непосредственно есть еще вот такие вот замечательные кавайные глазки и начинаем мы с вами вязание с тело совы нам нужно будет связать вот такую вот деталь вяжем ее пряжа основного цвета самая прелесть этих сов в том что можно комбинировать абсолютно любые цветовые сочетания и абсолютно любые остатки не так использовать в этом замечательном брелочки вяжем и нестандартно эту совушку это будет не в кольцо амигуруми и дальше пошли по кругу а начинаем вязание с обычных воздушных петель сделали петлю и нам нужно набрать 10 воздушных петель набираем 1 2 связали 10 воздушных петель и со второй петли от крючка вяжем в обратную сторону 9 столбиков без накида 1 связали здесь мы можем начать уже считать наши ряды это был первый ряд и теперь гениально и просто вяжем точно также поворотными рядами не забывая в конце ряда взять воздушную петлю повернуть вязание и в обратную сторону вяжем опять 9 столбиков без накида и так со 2 по 9 ряд встречаемся после 9 ряда вот такой квадратик у нас должен получиться это 9 рядов по 9 столбиков десятом ряду мы вяжем внимательно одну прибавку 2 столбика без накида одну прибавку 1 столбик без накида 1 прибавку 2 столбика без накида и в конце одну прибавку должно у нас получить должно у нас получится 13 столбиков без накида в этом ряду теперь вяжем с 11 по 18 ряды 13 столбиков без накида легко и просто петля подъема и погнали вязать по 13 столбиков без накида до 18 ряда довязали 18 ряд в девятнадцатом ряду мы просто берем и раз два три столбика провязываем как один просто туго вот так вот затягиваем дальше мы вяжем 7 столбиков без накида по низу нашей совы и снова три столбика без накида провязываем 1 теперь мы переходим на нашу боковинку и вяжем по вот этому краю 18 столбиков без накида пошли до 18 столбика 18 столбик у вас должен быть вот здесь 18 и вот в уголочек мы сейчас будем провязывать делать наше пушка из петелек мы провязываем сюда уголок 1 соединительный столбик 4 воздушных петли 1 2 3 4 снова возвращаемся в эту же петлю вяжем еще один соединительный столбик и вяжем 5 воздушных петель возвращаемся снова сюда же в эту петлю вяжем соединительный столбик вяжем еще четыре воздушных петли возвращаемся в эту же опять соединительный столбик и теперь мы можем провязать 5 столбиков по верху наши совы и снова в крайнюю петлю вяжем еще одно вот такое ушко в итоге от вот этого ушка и до вот этой точки нас должно быть 29 столбиков без накида по обвязки теперь мы можем спокойно закрепить нить и обрезать ну и как вы догадались таких деталек у нас должно быть две абсолютно одинаковых и теперь вяжем глаз глаз у нас выглядит вот так и мы начинаем с белка нашего глаза пока побудет сова циклов берем белую пряжу и вяжем кольцо амигуруми 6 столбиков без накида и затягиваем первую нашу петлю мы начинаем вязать прибавки и того 6 прибавок у нас должно получиться в конце 12 столбиков без накида 12 все белок глаза готов тут мы оставляем ниточку для пришивания теперь вяжем наше около глазе я вяжу желтой пряжей и тут тоже самое мы вяжем 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми и затягиваем во втором ряду вяжем 6 прибавок то есть у нас получится 12 столбиков без накида ставим маркер и погнали 12 второй ряд третий ряд вяжем точно также по кругу 1 столбик без накида прибавка до конца рядом в ряду 18 столбиков без накида четвертом ряду мы вяжем без прибавок убавок 18 столбиков без накида закрепила нить и ввожу еще темно-серый темно-серым мы вяжем соединительные столбики под последним рядом и далее так по кругу 18 соединительных столбиков все очень красивое сочетание серого желтым и вот такая деталь у нас получилось можем сразу же пришить белок наш глазик пришивайте только смотрите не строго по центру а чуть-чуть вот какую-нибудь сторон и вот у нас уже вырисовывается марта ха теперь мы свяжем с вами клюв клюв я буду вязать бежевой пряжи 3 столбика без накида в петлю амигуруми в первом ряду затянули во втором ряду 1 прибавка 1 столбик 1 прибавка и того у нас должно получиться 5 столбиков без накида 2 2 ряд этот будет сложноватый но нам нужен более тонкий клюв фух третьем ряду у нас будет одна прибавка 2 столбика без накида 1 прибавка 1 столбик без накида и того 7 столбиков без накида в ряду 7 и в четвертом ряду мы складываем нашу огромную деталь пополам и провязываем через обе стороны 4 столбика без накида вот такой клювик у нас должен получиться то поистине самая сложная деталь во все игрушки мы оставляем конечно же хвостик для пришивания и откладываем на данном этапе мы должны взять наши две детальки сложить их изнаночными стороны и по кругу мы должны обвязать столбиками без накида по периметру смотрите чтобы у вас детали лежали строго симметрично одна на другой когда мы подходим к ушкам мы можем провязать вот насквозь соединительными столбиками эту часть здесь продолжить верхушку связывать и второе ушко снова насквозь соединительными столбиками вот мы дошли до основания можем сразу спрятать ниточки наши хвостики и в этом месте я предлагаю набить нашу сову набиваем не так чтобы она у нас была супер упитанная но так чтобы держала форму вот так будет вполне достаточно и продолжаем наше связывание за обе петли в конце затянули закрепили обрезали вот такая собулька у нас уже получается теперь нам нужно связать подложка для глазок с обратной стороны мы берем с изнаночной стороны вытягиваем петелечку это наш соединительный столбик отсчитываем 1 2 3 4 и четвертую вяжем столбики с накидом накинули провязали столбик с накидом и так восемь столбиков с накидом в одну эту петелечку 8 сделали и следующий 4 закрепили ниточку повторить с обратной стороны то же самое симметрично чтобы у нас получились вот такие щечки ушки глазки кто они и теперь мы вяжем крылом крылом вяжем начиная от нашего ушка вот в эту петельку я буду вязать желтой пряжей первую петлю мы провязываем соединительный столбик во вторую петлю 1 полустолбик с накидом накид и через все три петли это полустолбик с накидом дальше мы вяжем 5 столбиков с накидом 1 полустолбик 1 столбик без накида и 1 соединительный столбик пока что на данном этапе мы обрезаем не делаем обвязку крыла рачьим шагом для этого мы вводим вот сюда в конечную петлю нашу крючок протягиваем нить и делаем один соединительный столбик дальше мы берем и идем назад между вот этими столбиками вытягиваем ниточку тем перекрестно получается и протягиваем через нее петельку снова идем между столбиками протягиваем ниточку фиксируем и так до конца нашего крыла последнюю петлю можно просто соединительным столбиком провязать закрепляем и вяжем аналогично второе крыло вот мы с вами подошли финальной части вязания нашей совушки практически все элементы уже связаны я уже даже установила свои глазки у меня будут вот такие кавайные смешные глазки и нам осталось их решить научите чтобы между глазками был зазор на пришивание носика покрутите повертите и пришейте так как вам нравится и вот такая сову не у меня уже получилось нам осталось связать лапки и хвост какая же сова без хвоста и мы не будем с вами изобретать велосипед лапки вяжутся очень просто примерно смотрите чтобы они были симметрично расположены вяжем точно так же как ушки соединительный столбик 4 воздушных петли соединительный столбик 5 воздушных петель соединительный столбик в эту же петлю и 4 воздушных петли соединительный столбик в эту же петлю вторую лапку вяжем аналогично и симметрично чтобы было все прилично и остался наши сове хвост я наверно свяжу его желтеньким вяжем примерно где у собой располагается хвост по центру от лапок где-то вот тут вяжем аналогичные все сама нашла хвост и дальше уже можете экспериментировать на свое усмотрение с оформлением это может быть и пуговичка просто пришита и что угодно вообще вот такие тут звездочки есть то есть можете пришить все что угодно можете украшать можете не украшать можете вышить желтой нитью такие галочки это имитация перышек на пузике барабанная дробь вуаля наша сова брелок готова и какая милаха классно то что можно вообще и сделать абсолютно в любом цвете из небольшого количества пряжи и по времени это тоже достаточно быстро сова очень будет рада вашим лайкам комментариям репостом подпискам и я тоже и я тоже буду рада если вы еще и колокольчик нажмете подписывайтесь на канал я обещаю что будет много нового полезного интересного до новых встреч